Начало гонения христиан при царе Агриппе и императоре Нероне. Из цикла «Древнееврейские легенды о царях Израиля и Иудеи». Петр возглавил небольшую группу апостолов сразу после вознесения Иисуса на небеса. Предателя Иуду, выдавшего учителя и виновного в его смерти, он заменил человеком по имени Матфий, выбрав его по жребию, и их снова стало двенадцать. За его первой проповедью верой в Иисуса последовало три тысячи обращений в христианство, а когда он вылечил калеку, просившего милостыню, сказав слушавшим его евреям, что только вера может творить чудеса, еще пять тысяч новообращенных пополнили ряды христиан. Аресты Петра Петр разговаривал с народом вместе с Иоанном, давая каждый день проповеди на улицах, что не могло укрыться, конечно же, от Синедриона. Однажды вечером священники схватили обоих апостолов и бросили в тюрьму, чтобы на следующий день вызвать на допрос. В Синедрионе Петр поверг в изумление судей, очень мудро отвечая на все вопросы и спокойно, но властно объясняя свои речи перед народом. Священники считали апостолов простыми и необразованными людьми, а перед ними стоял незаурядный лидер. Но именно чьего-либо другого лидерства, кроме их собственного, и желали избежать еврейские священники Саддукеи, поэтому запретили Петру и Иоанну их проповеди от имени распятого преступника и отпустили их. Но гнев Саддукеев проявился снова, когда вокруг апостолов стали собираться еще большие толпы. Чудеса, знамения и исцеления умножились, больных носили по улицам, по которым проходил Петр, чтобы хотя бы тень его накрыла их. Иоанн и Петр снова были арестованы, но ночью, по преданию, их освободил ангел. Узнав, что они снова проповедуют в Иерусалимском храме, двух апостолов собрались вызвать на допрос, но те отказались подчиниться, уехав в Самаре учить новообращенных в христианство. Тем временем иудейский царь Агриппа в 44-х году начал гонения христиан и приказал казнить брата Иоанна, Иакова, а после этого снова арестовал Петра. Ночью, когда апостол спал в своей темнице, к нему снова явился ангел, вывел его сонного из тюрьмы, как под гипнозом, и Петр проснулся только на улице. В лагере Агриппы царили растерянность и суматоха, так как царь велел арестовать самих же тюремщиков за то, что они упустили узника. Петру пришлось опять уехать из Иерусалима, предположительно, в Антиохию, так как точных сведений о его перемещениях в тот период нет. Царь Агриппа в Кесарии После Пасхи царь Агриппа отправился в Кесарию, чтобы устроить игры в честь императора Клавдия для жителей Тира и Седоны, древних ливанских городов. Кесария была процветающей торговой деревней, где финикийцы производили драгоценный пурпур, красный пигмент, добываемый из моллюсков. Позже здесь образовался портовый город, который между 25 и 13 годом до н.э. основал Ирод Великий в Иудейском царстве на побережье Средиземного моря. Когда Иудея стала римской провинцией, Кесария взяла на себя роль военной и политической столицы в шести году, а также резиденции римских прокураторов. Там был большой порт с пристанью, которая защищала причал с запада и юга, и с храмом на возвышенности. Из источников горы Кармель в город доставлял воду двойной акведук. Город населили самые разные этнические группы – самаритяне, римляне, греки и евреи. Свою резиденцию разместил в Кесарии и Понтий Пилат. У него был дом и на холме Иродион, который был найден, а в доме обнаружено кольцо прокуратора. То, что он там жил, свидетельствует о близкой дружбе Пилата и Ирода Великого. В Кесарии был заключен в тюрьму апостол Павел. В свой визит в Кесарии, при произнесении торжественной речи перед народом, одетый в великолепный серебряный плащ, Агриппа внезапно почувствовал резкую боль в желудке и скончался пять дней спустя. Считалось, что царя поразил ангел-господень. Но известный древнееврейский историк Иосиф Флавий тоже подтверждает этот эпизод, сообщая, что Агриппа незадолго до своего выступления уже страдал от очень сильной боли. На момент смерти царя Агриппы единственным его законным наследником был сын-подросток Ирод Агриппа II, который пока не мог править провинцией в силу своего молодого возраста. Император Клавдий тем временем решил вернуть Иудею под контроль Рима через прокураторов. В 44-х году прокуратором Иудеи стал Гай Куспи-Фат. Тит Флавий Иосиф Он родился с еврейским именем Иосиф бен Матитьяху в Иерусалиме в 37-ми году в семье знатных жрецов, родственной династии Хасманеев. Юноша получил традиционное образование, как и все знатные евреи его времени, с сильным влиянием латинской и греческой культуры. Он враждебно относился к зелотам, но был близок к движению фарисеев и тщательно соблюдал иудейские религиозные законы. Став историком и писателем, он получил римское гражданство и стал известен как Иосиф Флавий. Свои произведения он писал на греческом, и как редкий в истории случай, почти все его работы сохранились. Во время правления императора Нерона, в 63-х году, Иосиф Флавий отправился в Рим, где был принят Поппеей, женой Нерона, и был сильно впечатлен римским уровнем жизни и военной мощью империи. Еврейский писатель знаменит эпизодом, произошедшим во время войны, начавшейся в 66-ти году, когда он командовал повстанческими силами в Галилее. Повстанцы забаррикадировались от римлян в крепости и от Арате, но предвидя свое поражение, решили покончить с собой, чтобы не попасть в плен. Иосиф Флавий придумал способ массового самоубийства путем жеребьевки, заключающейся в том, что воины вставали в круг, и каждый третий убивал своего соседа. Их было 41 человек, Иосиф, будучи прекрасным математиком, рачитал свое положение в кругу так, что на него ни разу не пал выбор. Ему удалось остаться последним выжившим, но он не покончил с собой, а сдался римлянам. С тех пор эта жеребьевка получила название «Задача Иосифа Флавия». Иосифа привели к главнокомандующему римскими войсками Титу Флавию Веспасиану, и он предсказал ему, что тот станет императором. Еврейского писателя заковали в цепи, но Иосиф прокричал Веспасиану, «Как только ты станешь императором, ты сам освободишь меня». Веспасиан принял решение отправить его к Нерону, но узник заявил, что он хочет сказать что-то самому Веспасиану наедине. Римский полководец оставил только двоих друзей и своего сына Тита. И когда отослал остальных, Иосиф сказал ему, «Я здесь, Веспасиан, чтобы предсказать тебе великое будущее. Я прекрасно понимаю, какая судьба ждет меня, как иудейского полководца, смерть. Не отправляйте меня к Нерону, он недолго просуществует, как и его преемники. Но ты, Веспасиан, будешь императором, и твой сын тоже. Оставь меня при себе, и если я солгу, можешь наказать меня еще строже». Веспасиан сначала отнесся недоверчиво к словам пленника, думая, что Иосиф хочет лишь спасти свою жизнь. Но он знал, что еврейский историк делал и раньше точные предсказания, и римский полководец решил не отпускать Иосифа, дал ему одежду и все необходимые вещи. В 69 году Веспасиан был провозглашен императором, и вспомнил предсказания Иосифа. Зная, что тот все еще сидит в тюрьме, он велел привезти еврея, сказав своим солдатам, «Мне кажется несправедливым, что человек, предсказавший мне империю, до сих пор находится в цепях, и приказал снять с него Кандал Иосиф получил свободу, изменил имя, получил римское гражданство и использовался римлянами, чтобы убеждать повстанцев сдаваться. Он провел в Риме всю свою жизнь, писал произведения, разъяснявшие читателям верования евреев и их историю. Его сочинения сыграли важнейшую роль, явившись основным источником информации о древней Иудее. Он умер около ста года. Самая известная работа Иосифа Флавия «Еврейские древности» повествует об истоках еврейской цивилизации и заканчивается периодом, предшествующим еврейской войне 66-70-го годов. Это единственная ценная и полная информация, касающаяся религиозных движений иудаизма, таких как зелоты, фарисеи и есеи. В книге упоминаются также проповеди и смерть Иисуса, что подтверждает подлинность событий, а также имена всех первосвященников, в том числе Анны и Каиафы, и периоды, в которые они находились на своих постах. В своей работе «Иудейская война» Иосиф Флавия рассказывает о восстании иудеев против римлян, начавшемся в 66-ти году и длившемся до 70-ти года, когда оно было подавлено легионами Веспасиана и его сына Тита. Он описал также последние дни крепости Масада, где почти все защищавшие ее евреи, как это было у них принято, покончили жизнь самоубийством, предпочитая не сдаваться. Затем Иосиф написал автобиографию, чтобы защитить свою репутацию, так как евреи считали его предателем, переметнувшимся на сторону римских оккупантов. В «Автобиографии», он пишет, у евреев принадлежностью к сану жрецов подтверждается превосходство рода. «Моя семья произошла от самого прославленного племени, а не только от жрецов. По материнской линии во мне течет кровь царской семьи Хасманеев, внучкой одного из которых являлась моя мать. В 134 году до н.э. во времена первосвященника Гиркона родился мой прадед Симон Заика, у которого было девять сыновей. Один из них женился на дочери первого первосвященника Иоаннафана Хасманея. Моим дедом был Иосиф, родившийся при Александре Соломее, а моим отцом – Матфий, родившийся в шести году при Архилае. Первый Иерусалимский собор В Антиохии апостол Петр часто гостил у язычников и ел с ними. Но когда прибывали евреи из Иерусалима, он не садился с ними за один стол, так как законы Моисея запрещали употреблять в пищу некоторые продукты. Апостол Павел упрекал его за такое отношение к христианской мысли, тем более что Петр считался главой апостольской группы. Но споры спорами, а у апостолов в то время возникли проблемы поважнее. В 49 году состоялся первый собор только что зародившейся христианской церкви, то есть самое важное собрание главных представителей нового религиозного движения. Собор проходил в Иерусалиме, и первым вопросом стало, необходимо ли обязательное обрезание для доступа к новой вере или достаточно крещения. Среди первых христиан появился один необрезанный, сотник Корнилий, вступивший в христианскую общину. А так как все первые христиане были евреями, а в иудаизме необрезанные считались нечистыми, возникли жасткие дебаты между двумя церквями. Дискутировали также о том, могут ли к христианству присоединиться и другие народы, или оно должно оставаться только привилегией евреев, как избранного Богом народа. Христиане, которых обратил Петр в Антиохии, были еврейского происхождения, но до этого считались язычниками. Они оживленно поставили вопрос о своих религиозных правах. Собор разрешил доступ язычников при условии, что они примут закон Моисея и признанные еврейские нормы, не употреблять в пищу мясо животных, умерших от удушия, не заключать браки с родственниками, не есть мясо жертвенных животных и т.д. Таким образом, одинаковые права евреев и язычников определили все будущее христианской церкви. После собора Петр снова отправился в Антиохию, где пробыл около семи лет. Он считается первым главой христианской общины Антиохии и основателем Антиохийской церкви. Сирийская провинция в первой половине первого века была центром зарождающейся христианской религии. После Антиохии Петр отправился в Каринф, а затем в Рим, так как на соборе объявился некий волх Симон, который, как говорили, вызывал беспорядки в римской христианской общине своим колдовством. Апостол Петр в Риме Своё путешествие Петр начал из порта Кесарии на корабле, и во время плавания обратил в христианство одного из моряков, окрестив его во время остановки в Пацуоле, недалеко от Неаполя. Петр проповедовал в Риме вместе с апостолом Павлом, который последовал за ним, в начале правления императора Нерона в 54-х году. Апостолы остановились в доме сенатора Пуденца, на этом месте сегодня стоит базилика Санта-Пуденциана, где сохранился стол, за которым работал Петр. Он несколько раз вёл беседы с волхвом Симоном, объявившим себя фактически сыном Божьим и слишком привлекавшим внимание народа и самого Нерона своими магическими действиями. Но своими проповедями и чудесами апостол сумел убедить сторонников волхва, что они уверовали не в того Бога. После решающего столкновения с Петром Симон вынужден был бежать из Рима и умер в изгнании. Позже апостолу удалось обратить в христианство множество римлян, среди которых были четыре наложницы префекта, которые сбежали от него, чтобы последовать за своим учителем. Решив вернуть своих наложниц, префект задумал арестовать Петра, но одна из них предупредила его, и апостол ушёл из Рима. На дороге ему явился Иисус, шедший ему навстречу. Изумлённый и обрадованный Пётр спросил его, куда ты идёшь? В Рим, ответил Иисус, чтобы меня снова распяли. Пётр устыдился того, что Иисус готов снова умереть за любого из своих учеников. А он, струсив, сбежал, и повернул назад, не позволив Иисусу вернуться. К тому времени в Риме и Нерон начал разжигать антихристианские преследования. Поэтому Пётр был сразу арестован вместе с Павлом и заперт в Мамертинской тюрьме. Два их тюремщика, Процесс и Мартиниан, которые видели чудеса, творимые апостолами, попросили окрестить их. Пётр вызвал воду из тюремной стены крёстным знамением и окрестил ею тюремщиков. Они открыли двери и выпустили апостолов, но после этого сами были схвачены и казнены. С израненными цепями ногами Пётр снова вышел из Рима по Аппиевой дороге. По преданию, он потерял повязку с ноги возле терм Каракаллы, и сегодня она хранится в церкви святых Нерея и Ахиллея. Но Пётр вновь встретил Иисуса и, понимая, что судьбы ему не избежать и он должен поступить так же, как поступил его учитель, то есть отдаться в руки своих мучителей, он снова вернулся в Рим. Его опять схватили солдаты императора, и он был распят, но вверх ногами, как он сам попросил, так как считал себя недостойным умереть в таком же положении, как Иисус. В этот же день, 29 июня 1967 года, казнили и апостола Павла. Место распятия Петра археологические свидетельства идентифицируют возле обелиска цирка Нерона, где сейчас находится в Риме площадь Святого Петра, у Ватикана. Апостол был похоронен возле обелиска и оставался там до 258 года. А после его останки вместе с останками Павла были перенесены в катакомбы Сан-Себастьяна. Еще через сто лет папа Сильвестра Ай вернул Петра в Ватикан, оборудовав там гробницу для его тела. Это место во двух и трех веках использовалось как некрополь, где хоронили, в основном, понтификов, поэтому в начале XX века попытки распознать могилу апостола оказались безуспешными. Начиная с 1939 года, по настоятельному желанию папы Пия XII, в катакомбах Ватикана стали проводиться систематические раскопки, но никаких останков найдено не было. Лишь в 1965 году рабочие, участвовавшие в раскопках, нашли коробку из-под обуви, брошенную на складе, полную земли с фрагментами красной ткани и человеческих останков. Этот эпизод до сих пор является археологической загадкой Рима. Научными исследованиями было установлено, что человеческие останки принадлежат мужчине 60-70 лет и датируются одним веком. После обнаружения этих останков в 1968 году начали раскопки в Каперноуме, где жил апостол. Там был обнаружен дом Симона Петра под полом церкви, которая была построена на этом месте. Это был бедный дом, такой же, как и другие, окружающие его, за исключением того, что стены были покрыты фресками на латыни, арамейском, сирийском и греческом языках с обращениями к Петру с просьбами о защите. Было установлено, что этот дом еще с первого века был превращен в священное место и что до ста года был уже активным не только культ Иисуса, но и его учеников, сетавшихся святыми. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Жаш Клаб и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.